МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Россия-1 главные вести Карачаева-Черкесии. Мы работаем в прямом эфире. С вами Руслан Коркмазов. Сегодня состоялся традиционный прямой эфир с Рашидом Тимрезовым. Дата сегодняшнего прямого эфира выбрана не случайно. Ровно 10 лет назад в этот день Рашид Тимрезов вступил в должность главы Карачаева-Черкесии. Сегодня глава региона ответил на все интересующие вопросы жителей республики. Как и прежде, встреча прошла в студии телеканала ГТРК Карачаева-Черкесии. За полтора часа прямого эфира в студии прозвучало 44 вопроса. О главном медиа-событии этого дня и о том, что осталось за кадром, мы расскажем чуть позже. Сюжет готовится к эфиру. А сейчас режиссер нам подсказывает, что настало время прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии ночью местами небольшой снег, днём без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Днём в горах будут порывы до 15-20. Температура ночи минус 4-9, местами до 16 градусов мороза, днём 2-7 выше нуля, в горах местами до минус 5 и на дорогах гололедится. Черкесский, без существенных осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 4-6, днём 3-5 выше нуля, ночью и утром на дорогах гололедится. Праздничная мега-акция в ветских мехах. Скидки до 50%. При покупке шубы куртка в подарок. Успей до 8 марта включительно. ТЦ «Панорама», первый этаж. Встречайте весну с Московским индустриальным банком. Весна ближе, ставки ниже. Возьмите кредит до 3 миллионов рублей по ставке 5,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Это главные вести республики. Мы работаем в прямом эфире. Сейчас режиссер мне подсказывает, что репортаж о том, как сегодня прошел прямой эфир с главой Карачаева Черкесии Рашидом Тимрезом, готов к эфиру. Смотрим. До прямого эфира с главой Карачаева Черкесии Рашидом Тимрезовым остались считанные минуты. Перед его началом руководитель субъекта пожелал всем удачи в предстоящем эфире. А сам он, как всегда, уверен и в хорошем настроении. В начале прямой линии предупредили жители республики о том, что в рамках полутора часов эфирного времени не все обращения смогут озвучить в прямой трансляции. Но без внимания не останется ни один вопрос. Официальный ответ получит каждый автор. Мы эту дату сегодняшнюю выбрали не случайно. Ровно 10 лет назад, 1 марта, вы вступили в должность главы республики. Скажите, прошло много лет для вас 10 или всего 10 лет? На самом деле 10 лет, я считаю, что это такой очень длительный период и достаточно непростой. Я считаю, его нужно оценивать так, что мы сделали за это время. И самое главное, что мы еще не успели сделать и что нам предстоит сделать. Затем, не теряя времени, приступили. На прямую линию дозвонилась женщина из аула Верхняя Мора. Она просила реконструировать дорогу в ауле и провести газ. В этом году мы закончим проектирование газопровода до Учкулана, в том числе, который касается и Верхней Моры, и Нижней Моры, и Хурзука, и Карджурта. И в 2022-2023 году у нас, в 2022 году начало строительство, в 2023 году завершение. Об этом проекте газификации отдаленных наших населенных пунктов, на моей памяти, мы всю жизнь говорим об этом. Но вот сейчас мы уже подошли к реальному решению этого вопроса. Нами подписано соглашение с ПАО «Газпром», за что я хочу поблагодарить руководство «Газпрома» и, конечно же, президента Российской Федерации, который дал такое поручение. Что касается автомобильной дороги, соответствующее поручение, я думаю, что меня коллеги мои слышат, соответствующее поручение я уже, в принципе, дал. И у нас запланирован участками ремонт этой дороги уже в текущем году. Вела программу директор ГТРК Корчаева-Черкесия Светлана Казиева. Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в проведение трансляции. На этот раз члены республиканского правительства, главы городов и районов были на связи со студией в режиме онлайн. За полчаса прямого общения глава региона ответил уже на 11 вопросов. Поступает очень большое количество вопросов. Я и мои коллеги стараемся достаточно доступным образом объяснить гражданам, что каждый вопрос попадет на рассмотрение и будут даны исчерпывающие ответы по ним. В целом, наверное, самая такая тема, животрепещущая сейчас, это здравоохранение, в том числе диспансеризация населения, медицинское обслуживание. Во время трансляции программы все обращения продолжают поступать в колл-центр. Здесь работа кипит друг за другом. Идут звонки от жителей республики. Каждое обращение обрабатывает и записывает специалист. Затем эту информацию передают в студию прямого эфира и озвучивают. В сердце студии пульт. Тут работает сплоченная техническая команда телевидения. Здесь множество специализированной аппаратуры. Каждый специалист четко знает свои обязанности во время выдачи прямого эфира. Когда нужно дать титр, вывести, убрать звук или же иную команду. Руководит всем этим процессом режиссер программы. На троечке открой общий. В ходе полуторачасовой беседы с жителями республики был затронут ряд вопросов. Поступивших накануне непосредственно в прямом эфире. Темы абсолютно разные. Больше всего у людей интересовала информация о переселении из ветхого аварийного жилья. Проблемы водоснабжения ЖКХ. Были вопросы, касающиеся оказания помощи молодым семьям. Вакцинации и коронавирусном ограничении. Оказание мер социальной поддержки. Мама, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Каким специалистам в нашей республике можно обратиться за бесплатной психолого-педагогической поддержкой для правильного взаимодействия и развития ребенка? У нас есть республиканский центр и муниципальный центр. Я думаю, сейчас также меня министр труда и социальной защиты республики слышит. И это я вообще считаю, что у нас для этого все условия созданы. Вы выйдете на заявителя и обязательно расскажите, как и где и когда. И возьмите на контроль, естественно. Как, где и когда она может получить, ее ребенок может получить такую помощь. Была поднята тема родных языков. До конца года в республике запланировано издание учебников по родным языкам. Халима Ткачкарова из Нижней Тиберды. Учитель родного языка и литературы. От имени своих коллег хочет выразить вам благодарность за внимание к преподаванию родных языков в школах. Буквально недавно получили букварий, харифле и учебники родного языка для всех обучающихся первых-четвертоклассов. Спасибо большое. Но будет ли в ближайшее время возможно переиздание учебников родного языка для шестых-седьмых классов, десятого года издания, хрестоматии для одиннадцатого класса? Учебники быстро изнашиваются. Хотелось бы их, конечно, обновить. Мы недавно обсуждали этот вопрос с коллегами. И у нас в плане работы Министерства образования и правительства Карачао-Черкесской республики на текущий год, на 2021 год, запланировано издание учебников родного языка для шестых-седьмых классов. Ну и хрестоматии для одиннадцатиклассников. И этим самым, с учетом того, что мы первый-четвертый класс закрыли, первый-пятый класс закрыли, мы в этом году полностью все классы закрываем, и у нас будут учебники по родному языку. По словам Рашида Тимрезова, уже этой весной состоится и открытие стадиона Нарт. Глава региона пригласил также всех жителей на открытие соборной мечети в Черкесске. Мы запланировали 1 марта ровно через год, 1 марта 2022 года, открытие нашей соборной республиканской мечети в городе Черкесске. График производства работы я сегодня посмотрел, что-то поменял, что-то утвердили. Но от 1 марта мы собираемся официально открыть, куда я приглашаю всех наших жителей и гостей нашей республики. Общение с народом было не таким длинным, но динамичным. На прямом эфире специалистам колл-центра было обработано более 300 вопросов. Ни одно обращение, которое поступило до эфира и во время трансляции, не останется без ответа. По некоторым, глава республики Рашид Тимрезов дал поручение соответствующим министерствам, ведомствам, муниципалитетам и отметил, что они взяты под его личный контроль. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. И весь из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 19 088 человек. Из них 17 325 выздоровели. 299 человек госпитализированы. Сегодня ковид-госпиталь на базе Черкесской городской поликлиники в микрорайоне Северной перевели в резерв. За 7 месяцев работы здесь успешно прошли лечения и были выписаны более 2000 человек. Благодаря слаженной работе команде медперсонала, которая сформировалась из различных медучреждений, удалось оказать необходимую помощь больным коронавирусной инфекцией. В этом ковид-госпитале были успешно пролечены и выписаны пациенты с тяжелым течением болезни. Благодаря профессионализму медиков на днях была выписана пациентка, у которой было диагностировано 90% поражения легких. Она прошла на поправку и была переведена в республиканскую клиническую больницу для дальнейшей реабилитации. Наш госпиталь перевозится в резерв после стабилизации последнего крайне тяжелого пациента, который у нас находился с поражением 95%. И после того, как мы его стабилизировали, мы закрываемся. За время работы в две пандемии мы пролечили более 2000 человек. Из них было очень много крайне тяжелых. Реанимация была рассчитана на 30 коек. Пациенты с поражением 90%, около 20 человек у нас было пролечено и выписано. В Донбассе осталось 25-е заседание Кубанского бассейнового совета. Участие в мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти, субъектов России, территориальных органов исполнительной власти. РАС Природнадзор, РАС Технадзор, РАС Гидромет, РАС Рыболоса, а также и крупные водопользователи Карачаева, Черкесии, Адыгеи, Краснодарского и Ставропольского краев. Начальник отдела водного хозяйства Минприроды Республики Ашат Кубанова озвучила в своем докладе перечень водохозяйственных мероприятий, предложенных реализацией на территории региона в 2022-2024 годах. Это капитальный ремонт трех берегукрепительных сооружений на реках Кубани, Шкакон и Малый Зеленчук. Берегукрепительные работы на реках Уроп, Бижон и Кубань. Помимо этого, большой блок программы был посвящен сельскому хозяйству, так как прошлый год был засушливым. Для планирования полива и орошения территории будут учитываться не только запасы воды, но и снежные ресурсы в горах. Завершился совет под введением итогов прошлого года. Всего с 2012 года в рамках федеральной целевой программы развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годы на территории Карачаевой Черкесии приведено в безопасном состоянии 32 гидротехнических сооружения. Сегодня этот совещательный орган работает с целью защиты бюджетных проектировок. То есть те мероприятия, которые планируются к проведению на территории этих четырех субъектов водохозяйственных мероприятий, сегодня подлежат защите. То есть работа полномочных органов заключается в том, что они представляют эти объекты, а эксперты голосуют за то, целесообразно ли их проводить, либо нецелесообразно. Такие бассейновые советы проходят два раза в год на территории зоны деятельности Кубанского БВУ. В этот раз мы проводим в Карачаево-Черкесской республике. И у нас сегодня 25-й юбилейный бассейновый совет. И о спорте. В Оренбурге завершился чемпионат России по самбо среди мужчин и женщин. По итогам турнира спортсмен из Карачаево-Черкесии Аскерби Гербеков, выступающий в весовой категории до 79 килограммов, стал обладателем серебряной медали. Это дает право спортсмену представлять нашу страну на грядущем чемпионате Европы, который состоится в мае в Италии. И это все новости к этому часу. Прямо сейчас смотрите первые серии фильма «Акушерка. Счастье на заказ». До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!